Вы когда-нибудь заходили с кем-то в лифт, кто начинает создавать такую некомфортную атмосферу, что вам хочется немедленно выйти? Именно про такие встречи всё это видео. Всем привет, я Никитун, и это десятка жутких случайных встреч в открытых мирах. Приятного просмотра! В сетевых зарубах, да и вообще любой игре, подвязанной на использовании интернета, нет ничего хуже внезапного дисконнекта или проблем с сетью. Думаю, это болезненное ощущение, знакомо всем нам. Именно поэтому важно постоянно следить за качеством своего интернета. Не всегда дело в провайдере, проблема может крыться и в самом роутере. Лично я проверяю скорость и пинг с помощью чекапа роутера от Ростелекома. Всё предельно просто. Заходите на сайт сервиса чекапа, нажимаете кнопку старт и буквально через минуту получаете результат диагностики работы своего интернета. Если вдруг скорость загрузки или скачивания почему-то ниже заявленной в тарифном плане, то значит, возможно, где-то проблема. Дальше можно будет пройти небольшой тест, ответив на пару вопросов, и в конце вам будут предложены рекомендации. И что самое крутое, сервис доступен для абонентов любых провайдеров абсолютно бесплатно. И будьте уверены, лучше лишний раз проверить всё как следует, чем потом решать какие-то возникающие проблемы. Провести проверку скорости работы интернета и пинга вы можете на сайте Ростелеком. Ссылочка будет ждать вас в описании. А мы продолжаем. А на 10 месте Мэн Бэт из Бэтмен Аркем Найт. Давайте начнем с одной из самых печально известных пугалок из открытых миров. Все её запомнили, да? После того, как вы откроете доступ к острову Миагани, у этого парня будет небольшой шанс появиться каждый раз, когда вы хватаетесь за очередной карниз крюком кошкой. Ничто не предвещает его появление, и никто не ждет никаких сюрпризов, залезая на случайную крышу. Так что этот монстр, внезапно показывавший свое уродливое лицо, когда игроки залезали на карниз, многих заставил наложить в штаны. Но вам не нужно верить мне на слово. На ютубе буквально сотни видео с реакциями на этот момент, и всем авторам потом приходится снимать штаны. Даже если вы не любите такие дешевые способы испугать игрока, я думаю, что вы все равно согласитесь, что данный момент вышел очень неожиданным и был хорошо проработан. Авторы серии привнесли столько инноваций в открытые миры своих игр, что проектов, похожих на Аркем Сити и Аркем Найт, просто нет. Может оно и к лучшему, если вы из тех, кого легко напугать. Особенно, если вы часто играете в игры с открытым миром. Если бы они все были как Аркем Найт, вы бы разорились на покупке штанов. К счастью, Мэн Бэт есть только в этой игре. А на девятом месте безумный незнакомец из Ассасин Скрит Ориджинс. В данном случае важнее не сам незнакомец, а задание, которое тот дает. Интересно тут то, что его можно получить не у одного человека, а сразу у трех. Они находятся в разных локациях. И подойдя к ним, можно услышать, как они громко бредят что-то о том, что мир в опасности и что у них есть новости из ФИФ. Три совершенно разных человека кричат об этом в трех разных локациях. Может показаться, что это перебор. Но на них можно и не обратить внимание, перемещаясь по карте. Открытый мир Ориджинс очень велик. И мнения игроков по поводу его размера сильно разделились. Поговорив с одним из незнакомцев, Баек решает проверить слухи, с чего и начинается новое задание. Дальше вас ждет расследование, в процессе которого вы обнаружите гробницу полную нежити. Что для данной игры необычно, но не особо страшно. А вот нагонять жуть игра начинает, когда вы находите раненого расхитителя гробниц, который хочет, чтобы вы отыскали сияющий артефакт, который он оставил на верблюде. Найди моего верблюда. Принеси светящийся артефакт. Я уверен, это он вернул мертвецов к жизни. Покинув гробницу и проследовав на свет, вы обнаружите мертвого верблюда и селян, поклоняющихся артефакту. Когда вы вернетесь в гробницу, раненого мужчины там уже не будет. А если вы вернете артефакт на место, на вас навалится бесконечная волна скелетов. После чего вы очнетесь в чьем-то доме, а хозяин объяснит, что вас нашли в пустыне в бреду. Где путешественник? И артефакт? Мы нашли только тебя. Ты бормотал что-то о войске. Это очень странное задание, которое является прологом для дополнения проклятия фараонов. И его совершенно не обязательно проходить. Однако его мрачное настроение и заставляющее понервничать атмосфера делают его одним из самых запоминающихся заданий в игре. Если вы вообще на него наткнетесь. А на восьмом месте повар из крысиной нары в Скайрим. Во время моего первого прохождения этот чел напугал меня до полусмерти. Я просто взял и умер наполовину. Я исследовал локацию муравейник в крысиной наре. Просто наслаждался видами. Но стоило мне открыть одну из дверей, как на меня набросился кричащий псих. И вот в этот момент я умер примерно на 50%. А в штанах стало на удивление тесно. Простите мой французский, но я ебану этого чела, а также слепую женщину, которая жутким голосом рассказывает о каких-то случайных вещах. Пока я просто пытаюсь тут ходить. Это вообще никак не поднимает настроение. Это, вероятно, лучший пример того, о чем я хотел рассказать в данном видео. Странный неигровой персонаж появляется из ниоткуда и начинает нагонять жуть. Найти его можно по Дрифтенам, в самой дальней части крысиной нары в закрытой комнате. Я зову его поваром, потому что я не уверен, что смогу произнести имя Княкр. Когда вы его найдете, он будет бурчать себе под нос и приглашать вас подойти поближе. Я не уверен, почему кто бы то ни было согласился бы подойти. Но если вы все же это сделаете, он нападется словами... Сегодня я плотно поужинаю, радость моя. Он не особо опасен, что вы могли понять, когда он обратился к вам, радость моя. Хотя, может, он говорит о той слепой женщине. Но вы драконорожденный, так что вы однозначно расправитесь с простым смертным. Это какой-то простой, случайный, безумный каннибал, таящийся в глубинах подземелья, которого игрок совсем не ожидает там отыскать. Кстати говоря, для него записали довольно много фраз. В основном он радуется тому, какие вы упитанные и обещают не кусаться. Но лично на меня он произвел впечатление человека, который кусается. Что вскоре оказалось правдой. По крайней мере, он пытается кусаться. Потому что явно не представляет, с кем столкнулся. Это очень короткая встреча, но также очень запоминающаяся. В этой игре вам предстоит исследовать много километров подземелий, канализации и пещер. Но безумный повар там только один. И этого достаточно для того, чтобы хорошенько напугать многих игроков. А на седьмом месте Красный Мор из третьего Ведьмака. Если вы не помните это задание, на то наверняка есть хорошая причина. Его добавили в игру аж в декабре 22 года, вместе с большим обновлением графики. В Ведьмаке различные черти и призраки, которых вы встречаете на своем пути, сюжетно не менее важны, чем другие персонажи. В третьем Ведьмаке немало существ, которые встречаются во всей игре лишь один раз. И я уже обо многих из них говорил. Но я думаю, что вот этот новый противник, Красный Мор, все же заслуживает упоминания. С ним вы сразитесь по заданию в тени вечного огня, которое можно взять у молодого дьяка, настоящего у чертовой ямы. Той здоровенной шахты в Велине. В этом месте сотни лет назад заперли жертв чумы, которую называли Красной Смертью. Но это не та же чума, что в книгах. И в шахте до сих пор остались какие-то духи или злая энергия, неясно. Так что Дьякон хочет, чтобы вы очистили локацию. Для Геральта это просто очередное задание. Но когда он заходит в чертову яму, его начинает манить странный голос. Вскоре оказывается, что в тело знаменитого ведьмака Рейнольда вселилась странная сущность под названием Красный Мор, которую можно изгнать из тела магии, чтобы освободить носителя. Во время сражения ваш противник будет телепортироваться и насылать на вас чумных зомби, что немного жутковато. Но в целом непримечательно по меркам игры. А вот интересно то, что если он сможет вас убить, вы увидите уникальную кат-сцену, в которой Красный Мор вселится в Геральта и возьмет на себя контроль над его телом. Как это было с Рейнольдом. Вы вдумайтесь, Рейнольд провел под контролем этого существа сотни лет, осознавая каждую секунду, но будучи не в состоянии ничего предпринять. Это полный отстой. Это участь, которая заметно хуже смерти. Мне кажется, что это одна из самых жутких вещей во всей игре. А на шестом месте киберпсихопаты задания «Кровавый ритуал» и «Сайберпанк 2077». Большинство атак киберпсихопатов в киберпанке проходят киберодинаково. Но это кибер сильно отличаются от других. Интересно в этой психопатке то, что она появляется только ночью. На месте вас ждут все типичные для психов декорации, но с ноткой оккультизма. Музыка затихает, и вы слышите только тяжелое дыхание своего персонажа, который исследует местность. Как если бы вы в хорроре начали терять шкалу рассудка. Вы осматриваетесь, и вдруг из чего-то вроде гроба в центре ритуального символа появляется хромированная психопатка. Если в нее выстрелить, она телепортируется и начнет атаковать. А ваш экран начнет сильно лихорадить. Эта психопатка особенно агрессивна. А дезориентирующие визуальные эффекты сделают схватку только страшней. Большинство других киберпсихопатов особенно не запоминаются. Но это оставляет неизгладимое впечатление. А на пятом месте Гэри из Fallout 3. Убежище 108 одно из самых жутких и заброшенных во всей игре. Эти подземные бункеры обычно не очень приятно посещать. Но этот разрушен особенно сильно. Тут нет ни одного работающего терминала. А окружение держится на одной ржавчине. Первые несколько комнат покажутся просто мрачными и безжизненными. Но ужас начнется тогда, когда вы доберетесь до лаборатории клонирования. Вы начнете слышать вдалеке слово Гэри. Потом на вас внезапно нападет целая армия бездумных клонов, которые жаждут вашей смерти. Это одновременно абсурдно и ужасно. Лично мне в Fallout 3 на нервы действуют очень многие убежища. Может дело в том, как они выглядят в невероятно зеленом свете пип-боя. Но очень немногие игры, которые не принято относить к жанру хоррора, заставляют меня подскакивать от каждого шороха так, как это делает Fallout 3. Я и так уже напряжен после похода по сбивающему столку и на удивление пустому бункеру. И я точно не ожидаю, что на меня нападет целая банда клонов Гэри. Ну, я просто предположил сначала, что они все клоны мужчины по имени Гэри. А позже нашел подтверждение тому на голодиске. В общем, это идеальная смесь юмора и ужаса. Смех и грех, которые в Fallout 3 представляют нам как никто другой. И тогда как Гэри мало что вам может рассказать, это определенно один из самых неприятных незнакомцев в видеоиграх. А на четвертом месте владычица озера из Assassin's Creed Valhalla. В Valhalla есть довольно необычные мировые события. Порой смешные, порой странные, а изредка даже страшные. Одно из лучших событий заключается в том, что вы находите возле избушки озерцов, в котором плавают трупы. А рядом женщина поет какую-то потустороннюю песню. Это пугающая сцена. А попытки преследовать женщину заставят ее продемонстрировать чуть ли не сверхъестественную прыть. Вскоре ее избушка откроется, но внутри вас будет ждать лишь записка с текстом. Три поросенка сегодня, пять поросят завтра. Как же много потерявшихся сочных жирных поросят. Буду пировать много дней подряд. После того, как вы это прочитаете, комнаты наполнятся ядовитым газом. Ведь вас, оказывается, перепутали с одним из поросят. Сбежать и пойти убить смеющуюся ведьму несложно. Но это событие создает великолепную в своей жути атмосферу и прекрасно вписывается в открытый мир. В линейной игре это событие было бы непримечательным. Но тот факт, что вы сами случайно на него наткнулись, делает его более значимым и интересным. А на третьем месте Эдди Лоу из GTA 4. Кстати, о запоминающихся случайных событиях. В GTA 4 есть задание незнакомцев, в котором Ника может помочь серийному убийце совершить преступление. И оно довольно жутковатое. В GTA 4 большинство незнакомцев достаточно безобидны. Это просто странные люди, с которыми вы говорите пару минут и потом делаете что-нибудь необычное и продолжаете прохождение. Но эта встреча на них не похожа. С самого начала вы осознаете, что что-то здесь нечисто. Ника Белик явно не одобряет этого незнакомца. Но почему-то вы все равно помогаете Эдди. Ведь нет такого протагониста в GTA, который способен сказать «нет». Особенно если вернуться к GTA 3, герой которой вообще не умеет говорить. В общем, вы приезжаете с Эдди к причалу и сбрасываете тело в воду. Но пока вы будете ехать, вам придется выслушивать бредний Эдди. И он явно псих, который даже не пытается скрывать тот факт, что он серийный убийца. Однако Ника просто спокойно едет, как будто так и надо. При следующей встрече Эдди психанет и попытается вас зарезать. Так же быстро, как и другие персонажи. Но те несколько минут, которые он проводит на вашем экране, оказываются настолько гадкими и неожиданными, что они часто оставляют неизгладимое впечатление. А на втором месте Странный Человек из Red Dead Redemption 2. Один из самых необычных неигровых персонажей в серии – это Странный Человек. Хорошо одетый незнакомец, появляющийся в различных местах. В первой части он хочет пообщаться с Джоном Марстоном. Может он один из тех, кому Джон насолил в прошлом, или он что-то более сверхъестественное? Прямо нам на этот вопрос не отвечают. Хотя финальная встреча с ним в первой части подсказывает, что этот персонаж не так прост, как может показаться. В первой части он нагоняет жуть своими разговорами и действиями. А вот в сиквеле его появление пугает иначе. В районе Бейгл Эдж можно отыскать Хибару, которая снаружи похожа на настоящую помойку. Но внутри она довольно неплохо украшена, в ней есть несколько картин. Но важнее всего незаконченное полотно в центре комнаты. Необычно в нем то, что по мере прохождения игры, оно становится все более и более законченным. Законченная картина не появится, пока вы не зайдете в хижину в роли Джона в эпилоге. Тогда окажется, что это портрет странного человека. Даже этого хватило бы, чтобы игра оказалась в данном списке. Но гораздо больше сюрприз будет вас ждать, если вы посмотрите в зеркало и осознаете, что странный человек стоит у вас за спиной. Если вы попытаетесь обернуться или сделать фотографию, он просто исчезнет. И это единственное его появление в игре. Это шикарный трюк от Рокстер, от которого у меня мурашки по коже пошли. И, наконец, на первом месте Хёйта из Элден Рин. Почти все незнакомцы, которых вы встречаете в Элден Ринг, вызывают тревогу тем или иным образом, верно? Вы же в Междуземье, лоскутном одеяле, собранном из владений полубогов. Это не особо приятное местечко. Почти у всех здесь гораздо более серьезные проблемы с Башкой, чем может показаться при первой встрече. Но мало кто вызывает такое глубинное беспокойство, как Хёйта. Когда вы ее впервые встретите, она может показаться нормальной. Просто очередная путешественница, которой может понадобиться ваша помощь, верно? У нее слабое зрение, так что ее можно даже пожалеть. От вас она хочет лишь помощи в поиске винограда Шабири, что похоже на массу других заданий от неигровых персонажей в играх. Название необычное, но так часто бывает. С другой стороны, немного странно, что виноград заставляет ее ощущать далекий свет в глубине глаз. Но по меркам Элден Ринг это норма. А потом вы находите одно из ее так называемых виноградин, и это совсем не ягода. Послушайте описание. Желтоватый и гноящийся глаз немощного. Вкуснотища, да? И тогда вы начинаете задумываться, а не было ли в начале игры другой слепой девушки? Странное совпадение. Минуточку, они выглядят совершенно одинаково. Игра просто никогда не акцентировала на этом внимание. Первая слепая девушка, Ирина, умерла. Теперь она внезапно вернулась, но у нее совершенно другой характер? Мстер... Этот персонаж вселяет жуть самыми разными способами. Например, она рассказывает, как она ходила по деревням, а люди клали на нее дрожащие руки и предлагали ей свой виноград. Неужели все эти люди сходили с ума, вырывали глаза и отдавали этой девушке, чтобы она могла их съесть? Странно все это. Когда вы прямо скажете ей, вообще-то это человеческие глаза, она сначала испытает отвращение. Но после вашего возвращения к ней она уже будет не против продолжать их есть. Совершенно нормальное поведение, верно? Так же жутко, насколько обыденным все это показано в рамках мира Элден Ринг. И я на самом деле рассказал о персонаже довольно поверхностно. Но думаю, что в данном случае лучше не закапываться в лор с головой, чтобы в штанах было посвободней. Да и это уже конец видео. Хей, ребята, встречали ли вы каких-то криповых случайных персонажей на своем пути? Если вдруг да, то обязательно пишите и описывайте ваши игровые истории в комментариях к видео. Конечно же не забывайте про пальцы вверх, подписку на канал и все вы сами знаете. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун и до скорых встреч в новых видео.